Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сегодня на гостях глава Латвийского центра инфектологии, профессор Байба Розентал. Добрый день. Добрый день. Да, ну, когда мы беседовали с вами в прошлый раз, еще пандемия была в разгаре и в мире, ну и в Латвии тоже, хотя, слава Богу, у нас не было такой интенсивности заражения, но, тем не менее, ситуация была весьма тревожная сегодня, когда уже, ну, фактически второй день после завершения чрезвычайной ситуации, можно кое-какие итоги подвести. Может быть, такой первый вопрос я вам задам, вот оглядываясь на те три месяца, которые были предыдущие, можно ли сказать, основываясь на вашем опыте, что вот те прогнозы, которые вы давали, ну, в начале этой пандемии и относительно этого вируса, его вот этой кондогенозности, заразности и так далее, что они, в общем-то, оправдались. Или с чем-то вас этот вирус, если так можно сказать, удивил, если такое слово вообще-то уместно. Уместно, конечно, такое слово, потому что любой новый возбудитель, который до того не был известным, хотя вообще коронавирусы человеческие, конечно, известны, но именно вот этот подтип, конечно, он новый для человека и очень быстро распространялся от человека к человеку, от страны в страну и вследствие этого, конечно, ВОЗ объявил пандемию. Но надо сказать, что Латвия, конечно, учитывая и очень значимые оперативные противоэпидемические мероприятия, и, конечно, мы должны брать внимание то, что у нас небольшое количество населения, к сожалению, довольно большая территория. То есть у нас такого резкого… – Легко самоизолироваться. – Да, именно, резкого распространения не было. Но что в Латвии было хорошо, то, что было доступно, с самого начала, может быть, там еще пока уладили, были и платные анализы тем, которые это желали, но сейчас все знают, что даже без клинических симптомов можно с направлением семейного врача и даже без направления человека пойти и получить за государственные деньги обследование на коронавирус. Что это дало? Это по ВОЗу. ВОЗ сказал первое, что надо – это лабораторная диагностика, и второе – это защита медиков, которые лечат средне-тяжелые-тяжелые формы пациентов, ибо эти пациенты, конечно, источники инфекции, и заражение медиков недопустимо. Несмотря на это, конечно, во всем мире много медиков заразилось. А в Латвии, надо сказать, что, например, в нашем центре, где все в центре мектологии очень жестко соблюдалось, и средства индивидуальной защиты имелись, у нас произошло заражение двоих людей. Но это было в таких условиях, когда анализ показал первое, что отрицательный пациента, ну а потом он оказался положительным. Но это ваш работник, да? Это наши сотрудники, да, там все поправились, не болели тяжело, но тем не менее. Ну и вы хоть их поддержали как-то государством, хоть что-то выплатило? Что касается обычной поддержки, это больничные, Семь проголосовала против того, чтобы признать это как… Провзаболевания. Провзаболевания, да, или несчастные случаи на работе. Потом какие-то поправки Министерства благосостояния, я сама читала, когда министр сказала, ну если будет такая ситуация какая-то чрезвычайная, например, пациент придумает врачу, у которого защитная маска и респиратор, сорвать это, то это будет такая чрезвычайная какая-то ситуация, и тогда это будет такой случай на работе, да. То есть, ну это чуточку, ну это совсем не смешно, это просто… Ну это не уважение к министрам, да? Да, надо сказать, что, конечно, это надо считать как риском, потому что, ну, инфекционные болезни, они заразны, на то они и есть заразные болезни, как правильно называть тех, которые с одного человека в другое. Ну, возвращаясь к тому, сколько же в Латвии зараженных, у нас чуть больше тысячи, тысячи сто еще мы не имеем при очень обширной диагностике. За весь период, да. За весь период, потому что мы прожили и вот эти три месяца чрезвычайного положения, но что касается средне-тяжелых тяжелых пациентов, они по сравнению с, как бы для нас, инфектологов, привычными острыми респираторными вирусными болезнями болели тяжелее, но даже средне-тяжело, можно сказать, не тяжелее, но дольше. И не всегда было поражение легких. И не всегда была вот эта зависимость кислородная, но была довольно продолжительная, вплоть до двух недель, температура выше 38-39 градусов. И в чем же всегда боязнь для медиков? Опять-таки, я должна сказать, это потому, что мы же не знали этого вируса. И, конечно, наша удача, то есть, в том, что 80% оказалось, действительно протекает или бессимптомно, или легко. Легкие формы, естественно, лечились у семейных врачей. То есть, они не приходили к ним, но они звонили и находились на дому на изоляции. А вчера, нет, 9 числа ВОЗ вышел с таким объявлением, что асимптоматические пациенты, те, которые имеют коронавирус в носоглотке, но не имеют симптомов, являются не столь значимым источником инфекции. То есть, они могут передать, естественно, если в носоглотке имеется вирус, но они все-таки не столь высоко. Должны быть, конечно, еще клинические, да, целый ряд наблюдений, чтобы сказать, сколько же такой асимптоматический пациент может заразить других. Ну, это фактически такая, ну, как бы хорошая весть. Может быть, не будет ни второй волны, но то, что вирус никуда не пропадет, это я тоже сказала, потому что это довольно логично, потому что почему у нас 4 по типу человеческие? Они же тоже постепенно появились, да, и он в какой-то момент станет обычным коронавирусом, сезональным, так же, как и пандемический вирус. Ну, мы уже не так прямо злобным, если так можно сказать. Да, менее злобным. И надо сказать, что и наши латвийские вирусологи, которые в Институте микробиологии Страденского университета, они нашли в оболочке вируса уже несколько мутаций. Но это все вирусологи всего мира сообщают, и если посмотреть Science, есть тот, который в интернете ставит публикации, там ежедневно более 50, сейчас, может быть, даже больше, вот последние... Исследования на все еще, да. Конечно, публикуют самые разные результаты. Но надо понимать, что бывает, у нас таких случаев, к счастью, не было, но Германия передавала, что погибали молодые люди, но они не погибали от коронавируса, они погибали от совсем других болезней. И подход очень разный был там тоже. Например, в Берлине они очень мало делали после того, как умер пациент с секцией. А в Гамбурге все, совершенно все пациенты подлежали обследованию патологоанатомического... Патологоанатомического, да. Я слушаю интервью главного патологоанатомического Гамбурга, и он объяснял, что все эти причины, да. И надо сказать, что у нас тоже почти все, но там были несколько исключений, были патологоанатомические исследованы. В Латвии вообще в общей сложности умерло 25 пациентов, но в Центре инфектологии 10. И из них, я должна сказать, только двое. Я понимаю, каждая смерть – это и для врача тяжело, и для родственников. Это, конечно, не только два. Два пациента имели только ковид-инфекцию тяжелого течения, и они были подключены к искусственному дыханию легких. Но кислородозависимые пациенты, у которых концентрация кислорода падает в крови, таких было довольно много. Но до ИВЛ дело не дошло, да? Да, но до ИВЛ не дошло. И все эти пациенты фактически поправились. Но я должна сказать о остальных восьми, которые погибли. Они имели не менее двух, а то и три, и четыре сопутствующих. Очень серьезных. Сердечно-сосудистые, легкие, легочные, сахарные диабеты. Эти пациенты были и преклонного возраста. То есть организм уже не справлялся, да? И 99, конечно. Есть ли у человека много заболеваний, которых лечили? Действительно, кардиологические, со стентами. То есть такая же ситуация могла бы случиться и, например, в эпидемии гриппа, когда протекает грипп у группе риска тяжело. Не хочется, может быть, полностью переходить в такую медицинскую особенность. Но тем не менее, вот все-таки прошло три месяца. Я знаю, что вы внимательно следите за тем, что делают коллеги ваши в мире. Выработан уже какой-то алгоритм лечения, потому что мы понимаем, что нет ни вакцины пока, ни специфического препарата, который бы сказали, да, вот, пожалуйста, вот он действует. Хотя бы как вот на грипп у нас есть определенный препарат, да? Вот все-таки есть какой-то алгоритм, где вы знаете, ага, вот здесь надо давать вот там антикоагулянты, ну, чтобы не допустить вот тромбозов и так далее, да? Да, несомненно. Есть такой алгоритм. Мы пошли по университету Массачусетта, они два раза вот эти гайдлайны усовершенствовали, меняли. И действительно, такой алгоритм есть. Большинство пациентов, у которых поражение легких, получают антибактериальную терапию, причем рекомендованы определенные группы антибиотиков. Конечно, они не лечат вирус, но они действуют или на бактерии, которые уже есть, или профилактически на возможные. То есть, и мы знаем, кому мы должны давать, и кому не должны. Ну, все получают дезинтекционную терапию, потому что если у человека высокая температура, он теряет жидкость даже просто через кожу и выдыхая воздуха. Мы ежедневно за сутки теряема жидкость через кожу где-то 800-900 миллилитров мы должны, значит, выпить. Восполнить, да. Да, восполнить это. Ну, а если высокая температура, естественно, больше. Но есть, конечно, симптоматическая терапия, кислород при определенной концентрации, когда падает, мы все время пульсоксиметром определяем кислородное насыщение крови кислородом. И, естественно, были люди, которые до двух-трех недель были кислородно-зависимые. То есть, они дышали через носовые дрозы, дышали кислород, но это кислород под давлением дается. Конечно, не чистый, а через воду пропускается. Но это все в медицине уже давно известно. И надо сказать, что фактически для реаниматологов и для них же самое важное поддерживать функции, жизненные функции человека. А что вызвало нарушение этих функций? Не столь важно, есть ли нет специфического, как вы правильно сказали, противовирусного терапии препаратов. То есть, они поддерживают тем, как бы они лечили любую другую и бактериальную, или другую вирусную инфекцию, при которой легочная недостаточность наступает и кислородная независимость. Да. Вот если мы говорим вообще о том, как Латвия подготовилась, ну, это мы можем, слава Богу, следить, что у нас все-таки действительно один из самых низких вот этих показателей по заболеваемости. Все-таки оценивая, я понимаю, что вы больше как бы инфекционист, чем эпидемиолог, но тем не менее, вот оценивая этот период, все-таки это что? Благодаря вовремя принятым карантинным мероприятиям, не знаю, благодаря сознательности людей самих или благодаря тому, что, не знаю, власти прислушивались вот к советам медиков, вот как бы вы оценили вот это все? Вы знаете, я действительно все время за этим, ну, как бы сама, будучи в эпицентре, конечно, следила за всеми сообщениями по чрезвычайной ситуации, оперативные вот эти сводки читала. И я думала, что бы я делала по-другому. И вы знаете, я даже не нашла ничего. Ну, такие по мелочам, которые не стоит даже о них говорить. Я считаю, что вообще эпидемиологическая служба работала перфектно под политическим руководством. И может что-то нравится, не нравится, но тут я должна отдать должное все-таки министру здравоохранения. Она прислушалась к специалистам очень оперативно, не жили никаких там физических сил. Я понимаю, на уровне усталости уже на грани совсем, но все-таки все было сделано правильно. И второе, конечно, отзывчивость и сознательность нашего населения. Потому что я так вот сейчас последила, поскольку я тоже сама передвигаюсь на общественном транспорте, большинство людей очень сознательно. И вы знаете, я ни разу не встретила никаких контролеров, никаких, которые наказывают. Вот напоминание все время идет. Зашла, слышу, да, пожалуйста, вот в целях того-то, того-то. Вот. И должно быть у человека несколько масок. И неважно, купили в аптеке или где-то в других. Вот у меня, например, такая, да, одна маска. Вот. Но это только одна. Но надо несколько, потому что ее же после этого каждый день вечером надо помыть, потом высушить и прогладить, конечно. У вас такая красивая прямо из ткани, да? Ну, вы знаете, это так как бы подходит, но все равно она двухслойная. Прямо под одежду, да. И первый, да. Кроме того, вот я тоже посмотрела, как люди других запихивают туда в карман или в сумочку куда-то. Надо обязательно в мешочек. Ну, не такой, в любой мешочек просто поставить. Потому что все-таки ведь если там есть источник инфекции и другой инфекции, то на маске остается это. И обязательно надо дезинфицировать руки. И поэтому при себе маленькие флакончика везде продаются. Они не столь дорогие. И поэтому это просто мы должны личную гигиену и дистанционное вот это общение соблюдать. Потому что это пригодится и при гриппе. Потому что все воздушно-капельные инфекции, они же имеют, если нет вакцинации и специфическое лечение, то самое главное не специфическое противоэпидемические мероприятия. И вот это и есть. ВОЗ сказал, что не менее метра должны люди друг от друга находиться. Ну, вот, например, в Германии приняли полтора метра. У нас два. Это лучше. Я вообще всегда считаю, что лучше перестраховаться, чем недооценить серьезность ситуации. А потом уже оказалось, что все было правильно. И все равно надо соблюдать. Конечно, летом все вирусы верхних дыхательных путей, они идут на спад. И вы думаете, что с коронавирусом COVID-19 будет то же самое? Так же будет. И уже мы это видим. Потому что мы видим, что выявляется один, два, три случая. Это очень целенаправленно. Уже все могут пойти и сдать анализ. И мы находим столь незначительные... Даже американцы сказали, что должна быть такая комбинация. Ну, естественно, на воздухе и не в помещении. 70% влажности не менее и 21 градус тепла. И вроде тогда эта температура, эта комбинация губительная для вируса. Они уже это доказали. Так что вполне возможно. Вы знаете, это для вируса действительно губительно, потому что вирус ведь тепло не любит. И влагу не любит. Это все любят бактерии. Например, менингококом это было бы великолепно. Идеально. Еще потеплее. А вирусам это не годится. И вот такая погода, как сейчас стоит на улице, ну, это, конечно, губительно для вируса. Что, в принципе, неплохо. Хоть и лето нет, но это неплохо. Будет лето тоже. Будет обязательно. Борозен там у нас в студии. Буквально привемся на пару минут. Не переключайтесь. Глава Латвийского центра инфектологии профессор Байба Розента у нас в прямом эфире. Одевайте, пожалуйста, наушники. Все-таки прием и звонки наших радиослушателей тоже. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Такой вопрос. Получается, что из тысячи заболевших в Латвии умерло 12 человек. Правильно я понимаю? В Латвии умерло 25, но в центре инфектологии 10. А, я понял. 25, это значит 2,5% смертности, получается. Ну, чуточку меньше. Да. Грубо говоря, да. Ну, условно, да. 20,5%. Это никого не удивляет. Об этом не пишет ни Нью-Йорк Таймс, ни Дэйли Мэйл, ничего. Но российские 2,5% смертности почему-то их очень волнует. И пошли уже разговоры о том, что Россия создает большевую отчетность по смертям и не подает истинные данные в ОССР. Как вы думаете, с чем это связано? Спасибо большое. Вот такой вопрос. Больше я не знаю, это медицинский или политический. Это, естественно, политический. Но я думаю, насколько... Я не имею фактически информации. Возможно, что и в России меньше смертности. Насколько доступна диагностика? Ведь как идет подсчет? Если мы подсчитываем... Мы очень правильно, радиослушатель подсчитывал, на тех, которые выявлены как ковид-позитивные. И если в России тоже считают против тех, которые и доступна диагностика, то возможно, что эта смертность даже меньше. Но я не знаю, разве ВОЗ волнует. Смертность, например, в Италии, где она оказалась в этом Северной Италии выше 7%. Это зависит от населения. Какое в данном регионе, как много пожилых людей. И что касается Северной Италии, там очень много действительно преклонного возраста люди с многими болезнями попали в социнар. И то, что не было искусственной вентиляции легких, это ничего бы не решило. Потому что я могу сказать, что из наших пациентов, которые получали искусственную вентиляцию легких, не погибло только один пациент. Мы могли экстубировать, все остальные погибали. И вентиляция долгая. Если, например, при гриппе вентиляция 3-4 от силы 5 дней иногда, и восстанавливается функция легких, то тут вентиляция, ну это мы уже почитали до того, может продлиться по китайским данным даже более трёх недель. И тогда только замечается положительная динамика. И были случаи, когда мы видели, что вроде бы идёт на положительную динамику, и бах, всё-таки не удалось. Только один пациент экстубирован, и мы перевели в отделение. То есть... Он выжил, да? Это и выжил. Да. И поэтому мне очень трудно комментировать и возле это сказала. То есть столько мы много получаем такой и информации, и дезинформации, и интерпретации, и через-через получаем. То есть мы должны к этому относиться очень, я думаю, вот как говорят, критическое мышление должно быть. И я думаю, у большинства людей всё-таки оно имеется. Да, может быть, такой вопрос сейчас, как мы знаем, уже речь идёт о десятках, а может о сотнях параллельных процессах создания вакцин. Так, по крайней мере, нам сообщают, что вот-вот появятся какие-то доклинические испытания, клинические. Кто-то уже говорит о том, что будет какой-то специфический препарат, который бы тоже помог, именно повлиял бы на размножение этого вируса COVID-19. Как вы ко всему этому относитесь и возможно ли действительно создать вакцину? Потому что есть же разные концепции. Мы знаем этот фактически скандальный случай эпидемиолога из Швеции, который сказал, что не надо нам ничего вообще, и даже карантин не надо. Будет создан коллективный иммунитет, а то мы людей запрём дома, а так мы сразу двух зайцев убьём. И иммунитет создадим, и экономикой не пострадает. Ну, чем это закончилось, мы сейчас наблюдаем. Да. Что касается вакцины, ну, такая инфекция, которая в 80% случаев протекает легко или без симптомов, значит, 20%. Мы должны тех, которые принадлежат к рискам, к группам риска. То есть, страдают сидичными, лёгочными болезнями, сакарным диабетом. К счастью, группам риска не принадлежат, в отличие от гриппа, ни дети, ни бременные. Ну, и, конечно, иммунокомпрометированные люди, у которых слабый иммунитет, тоже в группах риска. Думаю, что вакцины так быстро не будет, если вообще будет. И почему? Потому что по началу сказали, что полгода нужно для вакцины. Скажем, Китай работал над вакциной. Если там началось всё в ноябре, в декабре, когда они объявили, ну, значит, уже прошло более полгода. Но вакцины нет. Теперь, говорят, через год будет вакцина. Кандидатов, конечно, действительно, там многие фирмы. Сейчас последнее, что я слышала, что объединились четыре европейские страны. Если правильно я помню, там Франция, Германия, Нидерланды, и не помню, которая четвёртая, что они тоже будут создавать какой-то кандидат вакцины. Но надо понимать, что, во-первых, вакцина должна быть безопасной, и, во-вторых, конечно, параллельно этому эффективной. Безопасной, эффективной. Первое – найти формулу. Значит, ну, эту неизменную часть вируса, против которого образуются антитела, и таким образом в организме, который получил вакцину, имеются антитела, и если поступает коронавирус, его нейтрализует вакцина. Следующая стадия – это испытания на животных, потом на добровольцах, и только потом на людях. То есть клинические вот эти стадии апробации вакцины, они длительные. Это покажет осень и покажет время, окажется ли она вообще нужна. Что касается противовирусных препаратов, например, очень долгие годы, ведь против гриппа не было противовирусного препарата. А почему никогда не было против аденовирусов и парагриппа? Потому что другие вирусы не вызывали эпидемии. Только вирус гриппа вызывает одновременное заболевание многих людей в течение двух-трех месяцев. И вот эффективный осалтамивир, ведь сколько, 10 лет сейчас, а до того вообще не было такого препарата, появится против коронавируса или нет? А может быть, коронавирус станет обычным сезонным коронавирусом? Таким же, как были эти четыре вируса, которые до сих пор. И я полагаю, что, вы знаете, проблема осенью будет в том, что всегда начинается ОРЗ. Люди возвращаются после отпусков, ученики в школах. И разные так называемые простудные заболевания. Но это не простудные, это вирусные заболевания. А симптомы ведь одинаковы от тяжести болезни. То есть там нельзя отличить, где коронавирус, где те известные коронавирусы, где вирус гриппа, где аденовирус или там вирус заразного насморка. Надо лабораторно весь вот этот комплекс обследовать. И тогда мы будем знать. Но мониторинг вирусов верхних дыхательных путей кончается на 40-й неделе года. То есть начинается с 40-й недели года и кончается 20-й неделе года. И, например, для меня, конечно, было бы интересно посмотреть, как ведут себя другие вирусы. Но любой врач, то есть мониторинга нет, но если пациент поступает с симптомами, любой врач имеет право назначить эти анализы, и государство это оплачивает. Может быть, такой вопрос, он такой может быть концептуальный, но учитывая ваш профессиональный опыт и жизненный, как вам кажется, вот после этой пандемии будет ли больше и политики, и государственных деятелей понимать, оценить вот эту службу эпидемиологов и инфекционистов тоже? Потому что мы знаем, что были разные мнения, какие-то были даже концепции, что эту больницу закроем, ту присоединим, эту не нужно, вот это нам не надо. И я так понимаю, что в тех странах, где была очень большая смертность, ну кроме того, всего прочего, что там были, конечно, пожилые люди и больные, оказалось, что у них не было ни своей школы инфекционистов, ни эпидемиологов. Все, наверное, полагали, что в жарких странах вообще это не грозит. Нет, если появляется совершенно новый возбудитель, то, конечно, он не ведет себя так, как уже имеющиеся. Ну, что касается, действительно, я считаю, что все специальности нужны, потому что тут очень, ну так, как бы, показал себя вирус и дал понятие то, что ВОЗ сказал в конце 20 века, когда готовил документы «Здоровье всем» в 21 веке. И первый отдел этого документа, такой толстая книга, там, все, что надо делать в 21 веке для профилактики и сохранения человеческих жизней, первая часть как раз была посвящена инфекционным, то есть заразным болезням. И ВОЗ тогда писал, 21 век – это появление новых инфекций и возрождение старых инфекций. Так что нам предстоит только, ну, я надеюсь, не будет, но вообще-то, вы знаете, мы, как инфектологи, мы знали, что будет эпидемия. Какая – это мы не знали. Ну, с чего все началось? В Европе ведь уже три года эпидемия кори. Кори – это вакцино-регулируемая инфекция, потому что забыли просто сделать ревакцинацию школьникам. И корь восторжествовала. А в Латвии кори нет. Почему нет кори? Потому что у нас 99% детей вакцинированы с последующей ревакцинацией. То есть инфекции мы должны оценить. Почему? Не потому, что я инфектолог, а потому, что это микромир. И мы же никогда не поборем микромир, и мы не должны. Мы должны себя защитить. Поэтому должна быть и сильная эпидемиологическая служба, и инфектологи, естественно. Но микромир всегда будет, и будет очень много еще неожиданностей. Может быть, уже, например, не на моем веку, можно так сказать. Но то, что будет, это несомненно. И вообще-то я встречалась и с эпидемией пандемического гриппа 2009-2010, и с эпидемией минигококковой инфекции, которая длилась в течение 10 лет. И это с середины 70-х по середине 80-х годов. Вы тоже застали этот период, да? И вы знаете, в этом периоде смертность от минигококковой инфекции, которую лечили эффективно пенициллином, при тяжелых случаях гнойного минигита, миниганцеполита, 15% было. Были эпидемии. И у детей, в том числе. У детей и у взрослых тоже. Потому что в нашей больнице, которая тогда была отдельно... Ну, вы знаете, то, что, скажем, мы часть университетской больницы, это даже неплохо. Почему? Потому что это все-таки... Очень специалисты. Да, специальности разные можно привлечь. Можно открывать. У нас же был и план А, и план Б. У нас мы работали на 100 коек, учитывая всю изоляцию, эпидемиологию, соблюдая, а был план Б, где, в каких отделениях, в Гайлисерсе, в туберкулезной больнице и еще в последующем, в Страдене. То есть, ну, к счастью, это не понадобилось. Конечно, я думаю, что сделают выводы о готовности региональных больниц, там, где имеются и инфектологи, и хорошее отделение интенсивной терапии. Потому что ведь что мы хотим? Мы хотим сохранить человеческие жизни, и те, которые болеют средне тяжело, не допустить переход в тяжелую форму и тяжелых пациентов вылечить по возможности. Поэтому, конечно, надо усиливать региональные больницы. Вот можно ли говорить о том, что будет вторая волна в том понимании, вот как это представляет часть медицинского сообщества? Правда, сейчас эти голоса уже попритихли, но еще где-то пару месяцев назад говорят, ну, осенью будет вторая волна, это только начало. Я так понимаю, что вы все-таки склоняетесь к тому, что этот вирус будет постоянно, но не будет такой волны как-то. Я вообще действительно думаю, что такой волны не будет, но в чем будет неразбериха, скажем, может быть, ну, для преподнесения обществу, для медиков будет ясно, для меня как инфектолога ясно, любой пациент, который поступает с симптомами ОРЗ, его надо обследовать и на новый коронавирус. И поэтому первый пациент до получения, а сейчас есть такой анализ, где результат можно получить относительно быстро, это не день мы ждем, а несколько часов. И вот этих пациентов надо изолировать. И как получили отрицательный ответ, значит, панель на другие вирусы ОРЗ, я говорю о тяжелых и средне-тяжелых пациентах, которые будут поступать в стационар. И тогда будут отдельные отделения для других ОРЗ, в том числе и для гриппа, и другие для коронавирусной инфекции. Вот именно эти два потока очень серьезно надо обдумать, как мы будем осуществлять. А такого всплеска, как было сейчас, я не думаю, что такое будет. Может быть, такой вопрос, который я не могу вам не задать, как бывшему депутату Рижской Думы и главе, кстати, комитета, вот как вам кажется все-таки вот эта временная администрация, вот как она сработала с учетом вот в этой чрезвычайной ситуации, потому что очень много было непонятных каких-то решений. Кто-то говорил о том, что непонятно, почему там части пенсионеров или инвалидам их лишили льгот на поезд в общественном транспорте, потом школьникам на какой-то короткий период восстановили. Вот как вы все это оцениваете? Вы знаете, в тот период, может быть, в разгаре была и основа, чтобы люди как бы, ну, как можно меньше пользовались общественным транспортом, чтобы там не было перегрузки. Не зря ведь работоспособные люди, которые имели работу, работали отдаленно, те, которые могли. Врачи никогда не смогут, медсестры, работать отдаленно, так же, как и продавцы. То есть там какой-то смысл, конечно, был противоэпидемический. Но я вообще социально ориентированный человек, и я считаю, что на данном этапе, когда фактически эпидемия ушла, чрезвычайная ситуация отменена, мы должны вернуть совершенно все льготы. Всем, которым они были, мы же когда-то говорили о том, что при рациональном хозяйстве, может быть, и Рига могла бы позволить бесплатный вообще общественный транспорт. Такие, ведь поднимались вопросы, но потом отказались все эти беспорядки в Риге, Сатексме и так далее. Но я вообще от этой мысли не отказываюсь. А те, которые были уже льготниками, они должны все вернуться в этот статус обязательно. И я так поинтересовалась, какую-то часть фактически вернули. Я не знаю насчет школьников, но то, что пенсионеров вернули, правда, их пока еще ограничивают во времени, да, когда с десяти как-то там работает. Ну, это тоже все-таки надо, я думаю, я бы пересмотрела. Потому что ведь те люди, которым в течение трех месяцев была недоступна медицинская помощь. И вот сейчас открылась вся плановая, да, часть из них были без рецептов, без консультаций врачебных. Ну, самые разные медицинские ситуации. А запись у врача восемь часов. Ну и как? Этот человек вот за пять евро туда и сюда едет. То есть я считаю, что это не годится, что надо возвращать все льготы, какие они были. Да, вот, ну что, наверное, еще один звонок успеем принять, может, звонков много. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Что надо, какие они были. Пожалуйста, слушаем вас. Да, вот, ну что, наверное, еще один звонок успеем. Да, ну, не удается нам услышать нашего радиослушателя, видимо, он не выключил радиоприемник. Ну, тогда вот подводя все-таки итоги, вот, как вам кажется, вот, как дальше будет происходить, может, с точки зрения нашей жизни, такой, не знаю, медицинский, философский вопрос. Вот вы показали маску, вот, ну, фактически в первую часть нашего эфира, естественно, средства для дезинфекции рук. Значит ли это, что нам еще долго придется вот как бы с этим жить, и мы даже вот не вернемся к той жизни, которая была, не знаю, до марта месяца? Нет, я думаю, что мы вернемся к этой жизни. Как я уже сказала, это не первая и не последняя эпидемия. И, ну, вот эта перестраховка, это вообще солидарность. Ведь маски что предостерегает? Если у меня в верхних дыхательных путях вирусы или бактерии, то я надеваю маску, и все остается при мне, при мне остается. Но так как мы говорили о асимптоматических, а я не знаю, я хорошо чувствую себя. Значит, я не болен, да? Например, чихнела, да, и я кому-то все-таки отдала. А там может быть человек иммунокомпрометированный. И вот поэтому мы не знаем, кому-то надо, кому-то не надо. Поэтому все из солидарности считают как бы возможные источники инфекции. И надевают эту маску. И это вообще нормально. Но я хочу сказать, что у нас по улице никого не заставляют ходить. И правильно не заставляют. Почему? Потому что и не надо на улице надевать. А вот в закрытом пространстве надо? А в закрытом это подумать. У нас даже в магазинах не говорили, что надо в масках. Но там, где большое стопотворение, может быть, лучше надеть. Но самое важное, вот все-таки не трогать все время эту маску. Это совершенно не пользованная маска, поэтому я сейчас ее могу трогать. Но если бы я ее надевала в транспорте, то потом нельзя вот так снимать ее и куда-то запихивать. Потому что тогда можно получить и те вирусы и бактерии, которые там не были до того. Так что мы должны быть очень аккуратными. И все-таки, ну вы знаете, очень многие навыки. Как нас учили, как детей? Кто же мыет руки? Я-то слушала, несколько руководителей стран говорили, хоть научились руки мыть. Но у нас, я думаю, ситуация была хороша тем, что наши родители нас научили. Но маленьким нам же сразу спрашивали. Зашел, помыл руки? Вот перед едой помыл руки? И вот когда это тысячу раз сказать, тогда человек вырабатывает автоматизм. И поэтому мы должны тут тоже быть чистюлями. Это замечательная фраза. И всем здоровья пожелаем. Байба Розентал у нас была в студии. И большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok